Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Затянувшееся противостояние, которое пока никому не приносит пользы. Тонны молока в Первомайском выливают на землю, а оно ожидалось на абаканских прилавках. Вчера было вылито в овраг три тонны молока. В конфликт между бывшими работниками и дирекцией предприятия на этой неделе вмешался Минсельхоз. Дело дошло до главы республики. Протестующих призывают идти цивилизованным путем. Вы тут не собрали все деревни, не поделили сходы, не растащили по домам? Нет, 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 нет. Русло углубления по берег Чульски, в Аскизском районе, углубляя реку, перестарались настолько, что в прибрежных домах из колонок исчезла вода. В советское время на такие меры никто не решался. Пока не лезли в эту речку, вода была, никто не жаловался. Медаль универсиады первая, но успех наставника чемпионки юбилейный. О прежних достижениях заслуженного тренера России не говорилось почти ничего. Посчитал это десятая медаль, Татьяна, как бы юбилейная медаль. Дорога стоимостью в 200 раз дешевле, чем трассы в подобных условиях на Олимпийских объектах в Сочи. На границе Хакасии и Кемеровской области строители прокладывают последние километры пути к Марганцевому месторождению. На этой неделе суд по аварии на Савяно-Шушенской ГЭС не состоялся. Заседание перенесли на две недели, теперь на 2 августа. Впервые в Хакасии слушание уголовного дела назначено за пределами суда. В городской администрации слишком большое число пострадавших. В августе 2009 года при техногенной аварии на ГЭС погибли 75 ее сотрудников. На скамье подсудимых сразу 7 человек. Бывший руководитель станции, главный инженер, два его заместителя, работники службы мониторинга. По мнению следствия, по их халатности произошла крупнейшая авария в истории мировой гидроэнергетики. Но первое слушание закончилось даже не начавшись. Адвокат одного из подсудимых Владимира Белобородова на слушание не пришел, потому что за два дня до этого ушел в отпуск. Родственники погибших и их официальный представитель не сомневаются. Судебный процесс затягивают умышленно. Нам столько пришлось тревожить президента, чтобы вытащить это дело все. И поэтому я вот откровенно говорю, мы его дождались, и начинаются вот эти неэтические затяжки. Адвокаты, они же в данном случае будут цепляться за каждую зацепочку. Потому что это основание к тому, чтобы хотя бы проволокитить это дело. Никто даже предположительно сказать не может, сколько будет длиться весь судебный процесс. В деле более двух тысяч томов и результаты сотен экспертиз. К тому же не исключены, как показывает несостоявшееся заседание, проволочки из-за неявки некоторых лиц. А закон не ограничивает рассмотрение дела конкретными временными рамками. Имеется лишь оговорка «в разумные сроки». На этой неделе в селе Первомайском еще больше обострились взаимоотношения между бывшими работниками обанкротившегося сельхозпредприятия и его директором, который задолжал им зарплату на сумму почти в 5 миллионов рублей. Директор хоть и бывший, но предприятием руководит, поскольку поставлен на эту же должность уже конкурсным управляющим. Весь скот, надой молока и его переработка тоже в ведении директора. Сельчане подозревают его в махинациях, что финансовая деятельность не слишком прозрачна и непонятно куда уходят деньги за проданное молоко. В итоге бывшие работники заблокировали цех по переработке продукции. В такой форме противостояние длится вторую неделю. И на этой неделе в Первомайское выехал министр сельского хозяйства Хакасии, чтобы попытаться выровнять ситуацию. Доводы в свою пользу нашлись у обеих сторон. Я давно с ним уже не работаю, потому что невозможности... Понедельник в Первомайском начинается шумным собранием. Визит в сельхозпредприятие профильного министра – дополнительный повод высказаться, чтобы быть услышанным в расчете на то, что рассудят по справедливости. А большая часть коллектива считает, что правда никак не на стороне директора. Директор живет припеваючи, говорят в народе, а у коллектива третий год, зарплата идет с задержкой. И общая сумма долга уже без малого 5 миллионов рублей. И налоговые платежи не в порядке, и кредиторская задолженность под 80 миллионов. В итоге предприятие банкрот. Но конкурсный управляющий на должность директора ставит бывшего же руководителя – Валерия Вакулина. И, возможно, не желая, подливает масло в огонь. Вообще странная позиция конкурсного управляющего. Решением суда директор освобождается от должности раз и навсегда. К сожалению, конкурсный управляющий может назначить исполнительного директора. В хозяйстве может назначить, но это ни в коем случае не должен быть прежний директор. Потому что он судом освобожден. Коллектив обанкротившегося предприятия сокращен, но за стадом нужен уход. Животных на ответственное хранение передают в крестьянско-фермерское хозяйство, которым руководит супруга Валерия Вакулина – Людмила. Ежедневные надои поступают на переработку в цех, который сдан в аренду этому же хозяйству. У бывших работников сдают нервы. Вакулинах подозревают в махинациях. Даем молоко, он сдает перекупщику по 11. Пишут вторым сортом молоко по 5-6 рублей. Совхозы закупают, а сдают по 13. По 6. Вот они, вот они здесь. Впрочем, обвиняемые уверяют, что все упреки в их адрес лишь домыслы, бездоказательные и оскорбительные. Здесь все ложь. Вот полная ложь. Мы живем в правовом государстве. Все у нас решает суд. Выйдет постановление суда, что я являюсь воровкой, или я делаю незаконные действия, что мне нужно перекрыть доступ к охладителям. Вот тогда это все будет выполняться. Но не той кучкой людей, которая здесь решила, и которые они ходят, они... Между тем протестующие, повесив замок, закрыли доступ в цех переработки молока с целью не пропускать молоковоз. Но прокисают ранее завезенные объемы. Сначала пришлось вылить на землю 3 тонны, и вот очередная партия кислой продукции – полторы тонны. Кислое молоко, вот оно все. Если это перевести в деньгах, в тот день мы должны были разливать на бока 38-40 тысяч. Этих денег не получат доярки фермерского хозяйства, которые перешли в КФХ из-за банкротившегося предприятия. Кстати, в банкротство, как рассказывает директор, многие из коллектива тоже внесли свой вклад, отправляя личный скот пастись в колхозные поля. На протяжении нескольких лет уже у нас частный скот стравливает все посевы. В прошлом году, несмотря на засуху, у нас последние севы были под однолетние травы на корм. Они были стравлены скотом, то есть 600 гектар было съедено. Вот прямо в ноль. И в том числе это как раз же, не в том числе, а все практически владельцы этого скота, акционеры. Убытков, вот если 600 гектар, я посчитывал даже по минимальной урожайности, там что-то в пределах 5 миллионов. А дальше огромные потери несли из-за засухи два года подряд. Один только прошлый год принес убытков на 18 миллионов рублей. И дважды не получили субсидии на молоко. Сначала в 2011 году не досчитались 3 миллионов. В 2012 году собрали все документы. Там тоже самое было в пределах 3 миллионов собрано документов для того, чтобы получить эти субсидии. Мы не смогли получить, потому что за они оплатили налоги. А по условиям субсидирования, субсидии получает тот, кто платит зарплату и налоги. Как результат уголовные дела в отношении директора за неуплату налогов и заработной платы. И как окончательный крах банкротства. Бывшие работники не сомневаются, что поставь на место Вакулина активистов из их числа, верни животных, дай возможность распоряжаться имуществом, и дела наладятся. Вот сейчас все на коне революции. Но вы все должны понимать. Случись, что сегодня, завтра мы вернем весь скот в Первомайка, вот тот конь революции, который к вам может упасть завтра, чтобы он вас просто не захлестнул. Чтобы вы тут не собрали всей деревней, не поделили скот и не растащили по домам. В этот же день о ситуации в Первомайском министр докладывает главе Хакасии. Виктор Зимин планирует выехать в проблемное хозяйство в ближайшие дни. Ставьте мне график, помощники, поездку туда. Я не хочу без суда этого человека называть жуликом, его предупредить. Я говорю, есть шанс за неделю отработать все назад. Если не будет сделано, значит включим все рычаги, которые возможны в этой ситуации. Многое будет зависеть от позиции кредиторов, а крупнейший из них Россельхозбанк. Если они пойдут на мировое соглашение, то это шанс для Первомайского. Ну а самый худший сценарий – распродажа имущества по частям, если никто не пожелает купить все предприятие целиком. Если была бы возможность объединиться людям, которых силком переселяют в новое жилье, то их протест имел бы просто невероятную силу. Это парадоксально, но население категорически не желает заезжать в новостройки из ветхих домов. На этой неделе сигналы о бедственном положении в результате новоселья поступали из разных уголков республики. Вот с какими комментариями переходили на новые квартиры в вершине Тёи. Вот это все делалось за 15 минут вечера. Вот это вот все, за 15 минут это все вылили быстро-быстро, быстренько так вот. Даже вот и камни не убрали. Потому что это надо людям платить, если нормально делать. Все уворовано до такой степени. Желания, конечно, наши не совпадают с тем, что нам построили. Как будто чувствовали неладное, не хотели переезжать в новые дома жители Шира. О том, в каких условиях приходится жить, говорят со слезами на глазах. Складывается впечатление, что дома проектировали, финансировали, строили и принимали в эксплуатацию люди с искалеченным вкусом и искаженным представлением о том, каким должно быть жилье, пусть даже эконом-класса. В пример можно приводить многие населенные пункты в республике, откуда нам поступают звонки. Звонят и переселенцы, и молодые специалисты. Шира, Вершина Теи, Приисковый, Кизлас, Черногорск, Берегчуль. Кстати, Берегчуль пострадал и от другой напасти, чрезмерной заботы. Там пожинают плоды противопаводковых мероприятий. Их провели не так давно. Решено было углубить протекающую рядом реку, так как мелководная она зимой перемерзала и подтапливала деревню. Но инициаторы, судя по всему, перестарались, направив свою инициативу, как оказалось, совсем не в то русло. Весной в селе Берегчуль начали масштабные противопаводковые мероприятия. Работы закончили в начале лета. Вглубили русло трех местных речек, которые зимой перемерзают, образуя наледь. Сначала местные жители обрадовались. Наконец-то закончились зимние мучения. Больше не надо спасать запасы из-под поля, рубить лед, делать отводные каналы. Но спустя несколько дней, как ушла техника с речки, радость улетучилась. Смотрю экскаватор, прямо в русле реки углубляется. И смотрю по стреле, он углубляется метра на два. Это же вообще, не знаю, ни в какие рамки не идет. И все, через день, через два начали говорить. О, воды нет, воды нет, воды нет. Ну, все понятно. Сегодня уже десяткам семей, ничем поливать огороды, нет воды, чтобы постирать или приготовить еду. Страдает не весь поселок, а та часть, которая расположена в пойме реки Берегчуль. В поисках воды сельчане ходят друг к другу в гости. Но нет никакой гарантии, что вернешься с полным ведром. Вот только закачала, и снова ушла вода. И снова надо закачивать. Местные жители уверены, причина отсутствия воды в колонках – недавнее русло углубление. Николай Рогачев сам в прошлом инженер-гидрогеолог. О речках и грунтовых водах он знает практически все. Показывает свои студенческие лекции и объясняет, что под видимой частью реки могут находиться еще несколько подземных рек. Из них и качали воду местные жители. Когда углубляли русло, нарушили глиняные водонепроницаемые слои. И подземные воды, скорее всего, ушли глубже. Вот эта глина составляет водоупорный слой, который является перемычкой между водоносными горизонтами. Вот она, видно, что она нарушенная. И этот водоупор нарушен, и все. Значит, вода с этого верхнего слоя ушла в какие-то нижние слои. Все. Чтобы восстановить, вот это вот веками складывалось, спрессовывалось, и все, этот водоупор создавался. Его в одночасье нарушили. Пока не лезли в эту речку, вода была, никто не жаловался. А тут сразу резко у всех вода упала. Жители Берегчеля за помощью обратились в поселковую администрацию. В ответ получили письмо, где указано, что связь между противопаводковыми мероприятиями и пропажей воды в скважинах не доказана. И посоветовали обратиться в суд. Пошли к главе администрации. Сколько ходили. Его тоже, наверное, можно понять. Он сам в растерянности, не знает, что сделать. Но надо же с нами поговорить. Он от нас убегает. Просто-напросто убегает. Элементарно. В Сесовете говорят, работы на реках проводились согласно рекомендациям специалистов ГООЧС, а также научных сотрудников СИБ, НИИП по землеустройству и мелиорации. Последние в телефонном режиме ответили, что вода действительно могла уйти ниже после русла углубления. Но таковы издержки борьбы с зимним подтоплением. Выход один – углубить на пару метров свои скважины. Люди, у которых есть средства и силы, уже этим занимаются. Остальные спасают огороды, стирают и моют посуду на речке. Для десятков местных жителей это теперь единственный источник водоснабжения. Олеся Калиниченко, Антон Михайлов. Вести, Хакасия. События недели. На этой неделе строители, прокладывающие дорогу на крупнейшее в России марганцевое месторождение, преодолели еще одну водную преграду. Практически завершено строительство моста через речку Шатай. Остается река Уса и рукой подать до Усинского месторождения. Это территория Кемеровской области. Перерабатывать руду планируется в Красноярске, транспортируя через Хакасию. В поселке Туим построят перегрузочный терминал. И если проект начнет работать и пойдут первые тонны руды, то сначала это будет автомобильная транспортировка. От места добычи до переработки почти 500 километров. Позже наладят железнодорожную доставку. Но до нее все равно возить самосвалами. Поэтому сейчас основной объект это дорога к марганцевому месторождению. От Абакана до крупнейшего в России месторождения без малого 300 километров по автодороге. Поселок Шира находится почти на середине пути. За ним деревня Беринжак, а дальше населенных пунктов нет. Но есть вполне хорошая грунтовая дорога. 90 километров в час здесь вполне допустимы. Три года назад была почти непроходимая тайга. Долгода назад мы вот так ездили. Сначала вертолетом летали, потом лошадями ездили. Вообще дороги нет. Потом вот так прыгали. Даже направления нет. И то иногда танк маленький, да, ну в смысле вездеход. Лезет и потом вместе с грунтом вниз. Гусеницы вперед крутят, а вместе с грунтом вниз. До будущего Усинского горно-обогатительного комбината проложены почти 80% автодороги. Оставшиеся 20 сейчас как раз в работе. Название месторождению дала местная река Уса. Через нее всего лишь один мост. А на всем протяжении дороги 16 водных переходов. Трассу сдадут в эксплуатацию, вероятно, в следующем году. Но если повезет с погодой, то, возможно, работы завершат уже этой осенью. Мы работаем круглые сутки. У нас нет ни субботы, ни воскресенья. Работаем вахтовым методом. То есть местор работает, местор отдыхает. Люди со всей России. В двухсменах задействованы порядка где-то 600 с небольшим человеком. Не исключено, что в сентябре-октябре строительный сезон уже будет завершен в силу погодных обстоятельств. Снежные заносы в это время здесь явление обычное, почти круглогодичное. Это местная достопримечательность. О ней рассказывают всем, кто собирается проехать по этой дороге. Июль месяца здесь лежит не тая снег. Трехметровая стена. И все же не сказать, что не по погоде. На мне одежда примерно под 30 градусов тепла здесь сейчас. И все же он тает. Это остатки былой роскоши. Всего месяц назад здесь техникой приходилось пробивать снежную пробку, чтобы проделать дорогу дальше. И все же этот снег до конца не растает. Уже в сентябре здесь начнутся снегопады. Кстати, это территория Хакасии. И отсюда дорога уходит вниз, дальше Кемеровская область. Год назад стройку пришлось заморозить вовсе не по погодным обстоятельствам. В Красноярске население поднялось против строительства заводов и расплавов. Ситуация была наподобие той, когда в Хакасии протестовали против кремниевого производства. От краевого центра, говорят авторы проекта, до предприятия по переработке марганца 22 километра. По их мнению, это большое расстояние, если говорить о безопасности. Похожие предприятия работают в Австралии, где очень серьезное экологическое законодательство. И там удаленность завода от города 3 километра. В Чехословакии 2 километра удаленность от горнолыжного курорта. Во Франции заводы на берегу океана. Специализированные институты проводят экологические экспертизы. Согласно одной из них, производство не нанесет вреда экологии. В разработку вкладываются большие деньги, порядка 1 миллиарда долларов. Эти горы, по данным специалистов, хранят от 65 до 70% всех запасов российского марганца. Сейчас его добычи и переработки в России практически нет. После распада СССР, все действующее производство осталось за рубежом. Месторождения марганцевых руд были на Украине, в Казахстане и в Грузии. Сейчас Россия импортирует 100%. Все это сырье идет по импорту. Украина, Казахстан с Грузией не работают. ЮАР, Австралия. Вот это основные поставщики феррославного производства. Проект Усинского месторождения называют стратегическим. Без марганца невозможно произвести ни одной тонны высоколигированной стали. Например, железнодорожные рельсы. До 17% марганца. Вот почему поиск, когда эшелон переходит с одной, с одного пути на другую, к листовину. Эшелон идет, там тепловоз, да, он 138 тонн, одна секция, две секции. То есть сама рельсина прогинается, она же не ломается, не лопается. Разведанные запасы – 130 миллионов тонн марганца. Этого хватит минимум на 100 лет добычи и переработки. Осталось дождаться еще одного заключения экологов. Оно должно быть готово осенью и даст окончательный ответ – можно ли начинать разработка месторождения. Но дорогу строят, не дожидаясь данных, вероятно, рассчитывая на положительный ответ экспертов. И чтобы не терять летний сезон. В строительство трассы уже вложено почти 5 миллиардов рублей. Несмотря на впечатляющую сумму, дорожники говорят, что эта дорога в 200 раз дешевле, чем сметная стоимость подобных, которые прогладываются почти в схожих условиях в Сочи при подготовке к Олимпиаде. На этой неделе в Казани завершились 27-е летние всемирные спортивные студенческие игры. Их безусловным триумфатором стала сборная России. Наши спортсмены завоевали 292 награды, в том числе 155 золотых медалей. И это абсолютный рекорд. Игры стали рекордными и по числу спортивных дисциплиных было 27, и по количеству болельщиков, и телеаудитории. На стадионы пришло почти 800 тысяч зрителей, 3 миллиарда смотрели трансляции. Говорят, что такой спортивный бум не прогнозировался даже организаторами. Хакасия, как известно, тоже внесла свою лепту. Татьяна Зырянова завоевала золото в борьбе на поясах. И у нас в гостях наставник спортсменки Павел Петров. Ему вопросы о событии, уже вошедшем в историю. Павел Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот организаторы не ожидали такого успеха. А Татьяна, вероятно, вы тоже, ну, как говорят, вроде бы и не сомневались в победе. Это так? Ну, в принципе, это спорт. И заранее прогнозировать результат, тоже это неблагодарное дело. Но на медаль я был уверен почти на 100%. И втайне как бы надеялся на золото, потому что я уже в ноябре месяце первый раз выступал в составе сборной команды России на Кубке мира. Стала призером. Поэтому все соревнования в этом сезоне она выиграла. Самые тяжелые соревнования были это отборочные на чемпионате России среди студентов. И поэтому здесь уже как бы, ну, реально рассчитывали на медаль. То есть отборочная даже тяжелее, чем сама универсиада? Ну, в принципе, да. У нее была основная соперница, которая в прошлом году три раза проигрывала. Три раза. В течение года три раза проиграла. Здесь она ее выиграла. И завала путевку. То есть, в принципе, вот... Павел Александрович, говорят, что если бы не случай, то ни вы, ни Татьяна, и даже и не стали бы участниками универсиады, не говоря уже о победе. Вот я тоже вкратце слышал эту историю, что это случай был, вот вас свел, что она стала у вас тренироваться. Так это? Ну, случай такой, что у меня до нее была, значит, Анастасия Дежнева. Она была чемпионкой мира по борьбе на поясах в 2006 году. А до этого в 2001 году выиграла первенство мира по вольной борьбе среди юниоров. И в 2008 году у нас в городе проходил спортники однородов Хакасии. И мы, как организаторы, имели право включить один из видов борьбы по своему усмотрению. То есть один из видов. И включили борьбу на поясах среди женщин. И конкретно это было сделано под Анастасию Дежневу. Но сроки совпали с чемпионатом России по борьбе. Дежнева я отправил на чемпионат России. Пришлось искать ей замену. Ну, в принципе, Татьяну я и до этого как бы видел. Ну, поговорил с родителями. Ну, первоначально мысль была такая, что она выглядела, она крупная девочка. Что, ну, научу ее не падать, стоять на ногах, отбориться на спортаке Адди, Хакасии. Даст зачет, и на этом все закончится. Но в дальнейшем, когда я стал с ней работать, в принципе, я понял, что у нее большой потенциал с ней. И она с удовольствием как бы стала тренироваться. И отсюда уже через год она выиграла первенство России юношеское. Вот. И с тех пор, с 2009 года, она постоянно прогрессирует. Вот. В прошлом году, она уже, 12-й год, она уже серебряный пульсер чемпионата России среди взрослых. Выигрывает первенство России среди юниоров. И в этом году все соревнования, все старты выигрывает. Вот это логичное как бы завершение. Это спартакиадная золотая медаль. Можно сказать, что у вас спорта большое будущее, несмотря на то, что вот сейчас борьба в немилость попала, как олимпийский вид спорта, вообще обыкновенная борьба, вольная, классическая? Ну, в принципе, по зрелищности, если брать, то это очень зрелищная борьба, если вы видели. То есть там постоянно тут броски. То есть вот вольная греко-римская борьба, где-то теряют свою популярность из-за того, что там уже, ну, зрителям неинтересно стало, какие-то нужные изменения. Но перспектива, в принципе, она очень разница у тюркоязычного населения, то есть это борьба на поясах. Там была и Белоруссия, и мы вот... Нет, ну, в принципе, то есть чемпионаты мира проходят. Больше сорока где-то стран, а то и больше, наверное, участвуют в чемпионатах мира и Европы. Вот вы упомянули Анастасия Дежнева. Да. 2001 год победы на чемпионате... На первенстве. На первенстве Европы. Мира. Мира. Среди юниоров. Среди юниоров. Потом во взрослом. Вот. Это как-то вот нигде не афишировалось. Почему-то вот эта вот сейчас победа Татьяны Зыряновой, она считается, что вроде ваша первая победа как тренера. Я так понял, что это не первая победа. Это далеко не первая победа. В принципе, я посчитал это десятая медаль. Вот это именно Татьяна, как бы юбилейная медаль моих воспитанников на первенствах и чемпионатах мира и Европы. Это... И все они тренируются в поселке Майна. А то, что не афишировалось, ну, это вопросы, в принципе, когда Дежнева выиграла, стала первой чемпионкой мира в Хакасии. Это вопросы к прежнему руководству Минспорта Хакасии. Как они отнеслись к этому успеху? То есть нас даже никуда не пригласили. Ни на телевидение, она не выступила нигде. Жаль, а еще есть потенциал в Майна? В Майна? Ну, мне всегда кажется, что уже все, уже не может больше. Я все вычерпал оттуда. Ну, вот появилась Татьяна пять лет назад. Как дальше будет? Кто его знает? Я всегда говорю, что я уже как бы старый, мне пора, значит, уходить на пенсию. Но появляется очередной спортсмен, значит, появляется стимул в дальнейшей работе. Что будет? Ну, хотя и Татьяна, ей всего 20 лет. Она была вот сейчас вот в нашей команде самой молодой. То есть она еще юниорка. Вот скажите, пожалуйста, чем можно объяснить такое количество медалей нашей сборной? 155 золотых, 75 серебряных, 62 бронзовых. Это вот соперники как-то недооценили нас или переоценили себя, или стены помогают, или вот честно говоря, смущает просто вот такое огромное количество медалей. Какая-то сказочная просто цифра. Ну, всегда же, то есть хозяева как бы стараются у себя дома показать товар лицом. Поэтому и здесь все, может, как-то где-то, когда проходит этот универсиад, например, за рубежом, то есть не все, может, туда и поедут, потому что это не Олимпийские игры все равно. То есть, а когда дома, тем более, такое большое значение это универсиаде передали. Поэтому все хотели выступить, и команды как бы выступали в своих основных составах. Много было Олимпийских чемпионов. Казалось бы, ну, что-то это уже Олимпийский чемпион. Нет, все равно он хочет выступить, но ищет стать победителем универсиады. Вы, кстати, знаете, зачастую утешение говорят, что победа не главное, а главное участие. Но идут-то именно к победе стремятся. Вот тем более российским спортсменам пообещали выплатить премии за медали, в частности за победу, до 160 тысяч рублей. Это не такие большие деньги, которые там выделяет правительство, например, России. А вот на местах уже, сколько я разговаривал со спортсменами из других регионов, то есть на местах очень большое значение этому мероприятию передается, и очень большие призовые. Поэтому, я думаю, как бы мы были на приеме у главы республики, и он пообещал, то есть Татьяне пообещал квартиру. В принципе, это здорово, что сегодня к нам повернулись лицом Министерство спорта и правительство, потому что это как бы дает спортсменам, другим спортсменам, дополнительный стимул к совершенствованию. Вы немногие из тех из республики, кто стал свидетелем вот этого события, вот производят впечатление, столько вложено денег, столько говорят, все это красочно по телевизору, вы воочию увидели, производят впечатление? – Да, да, в принципе, я всем своим друзьям, знакомым, говорю, что да, я побывал, не знаю, в сказке. Вот, действительно, то есть это, особенно вот эта деревня, то есть деревня, где жили спортсмены, вот, поймите, там, белые, желтые, черные, все улыбаются, все доброжелательно, столовая работает круглые сутки, вот, все красиво. – Здорово. – Но вы же были на чемпионатах мира, то есть у вас есть чем сравнить, и на Европе, и на Европе? – Конечно, конечно, да, на Олимпийских играх я не был, а на чемпионатах мира Европы было, поэтому даже общаясь с другими спортсменами, тренерами, которые были на Олимпиадах, то есть даже вот они говорят, что Лондонская Олимпиада была, то есть где-то похуже организация была, чем здесь на студенческих играх у нас, на универсиаде. – И еще вопрос, вот, многие задают вопрос, что, как так, получается, спортсмены многим, в том числе гимнасты, участвуют и во взрослых соревнованиях, и участвуют здесь на универсиаде, ведь это же студенты здесь на универсиаде, то есть там есть ценз возрастной какой-то? – Ну, в принципе, взрослый – это 28 лет возрастной ценз, должен быть либо студентом, либо аспирантом, поэтому… – Да, по-моему, 18, я могу напутать, или 17, или 18 лет, но студент у нас сейчас с 18 лет, то есть до 28 лет. – То есть не старше 28 лет. – И не просто студенты, а студенты очной формы обучения, потому что Татьяна Зыряна, вот она как бы училась, закончила техникум, параллельно училась на заочном отделении ФГУ, в физ. воспитании. И она закончила техникум, вот, в прошлом году, чтобы иметь возможность участвовать в универсиаде, ей пришлось перевести с научного отделения. Вот, я благодарю, как бы, руководство института за понимание, с которым они отнеслись. – А кто первый позвонил вам после того, как объявили победу и поздравил, или кому, может быть, вы позвонили? – Ну, первый, похоже, что позвонил мне Пермяков Петр Михайлович. Потому что я говорю, а как вы, то есть они, а мы смотрим тут в прямом эфире. – Спасибо вам за победу, которая добавила положительных эмоций, я думаю, без исключения всей республики. И пусть этот успех будет у вас не единственным. – Не последним, спасибо. Он не единственный, но не последним. – У нас в гостях был тренер по вольной борьбе Павел Петров, выигравший золотую медаль со своей подопечной Татьяной Зыряновой на завершившихся на этой неделе в Казани всемирных спортивных студенческих играх. Следующие летние игры в 2015 году их примет южнокорейский город Кван-Джу. А нашу программу завершит парламентский дневник. Напоминаю, наш адрес в интернете – вести.дефис.хакасия.рф. Всего доброго и до встречи. Многофункциональные центры должны быть доступны и жителям районов, уверены депутаты Верховного Совета Хакасии. Накануне Светлана Могилина обсудила этот вопрос с жителями Алла Черков. Ведь здесь он превратился в серьезную проблему – оформить документы на недвижимость или воспользоваться другими госуслугами. Для этого населению Алла приходится ездить в райцентр за 110 километров. Многофункциональные же центры, где можно получить целый комплекс государственных услуг, в республике работают с 2010 года. Сегодня их три – в Абакане, Сайногорске и Сорске. Как вариант выхода из ситуации, Светлана Могилина предложила устроить выезды МФЦентров в районы. Для нас было принципиально, чтобы непосредственно сами МФЦентры приезжали на территорию поселений и брали необходимые документы, оформляя в том числе паспорта и документы на собственность движимого и недвижимого имущества, без того, чтобы эти жители выезжали на территории, где находятся сами МФЦентры. Таким образом разгружается и очередь, и время для самих жителей поселений. Депутат посетила общежитие местной школы-интерната. В нем живут старшеклассники из малых сел – 16 человек. Сегодня здание нуждается в срочном ремонте, протекает крыша. Светлана Могилина попросила руководства составить смету и пообещала до начала учебного года решить вопрос по выделению средств. Первую в новом составе сессию Верховный совет Хакасии проведет в обновленном помещении. Сегодня в зале заседания идут ремонтные работы. Вот так зал выглядел еще в 2006 году. В последний же раз его ремонтировали в 2008. Тогда в помещении сделали капитальную реконструкцию. С тех пор не проводился даже косметический ремонт. Вот таким зал станет уже этой осенью. Присутствует на всех заседаниях более 100 человек. Естественно, много людей, техника, работы, все остальное. Зал пришел, конечно, за это время, но запылился. В помещении переклеят обои, переделают гипсокартонные перегородки, стены заново отштукатурят и перекрасят. А ковролиновые полы заменят на более практичный и менее пыльный материал. На все это уйдет 2,5 миллиона рублей. Это были все события парламентской недели. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго.